Когда мы хотим сделать ламинирование, наша задача первая – изменить строение внутри сульфидных связей. Это мы можем сделать, если в старых вариантах это делалось теокликолевой кислотой, то в новом, в первом составе это делается с помощью цистеинамина. В чем разница? Теокликолевая кислота – это то, что полностью делаем пустоту, вырезаем кусочки связи между серой, двумя молекулами серой, оно просто их расслабляет. И после этого ресницу заполняли чем-то, что ее выгибало. Сейчас новая тенденция в химии – это новый level up. Мы выросли химики над собой. Мы изменяем эту структуру тем, что мы вводим дополнительную подпорку. Это знаете, как проволоку ввести в какую-то конструкцию, чтобы конструкция выгнулась. Все осталось вроде как, как бы и было, но структура изменилась. Вот новая химия, которая есть внутри у нас, собственно, первого состава, она придает структуру ресничке за счет того, что просто добавляет туда свою умную основу и соприродную. Похоже на то, что у меня есть соприродное вещество, в котором есть кусочек цистеина, который есть в моем волосике. Ресницы себя понимают, получается, как будто бы заполняется пустота и выгибается ресничка. Чтобы это все зафиксировать, вот так как я выгнулась, теперь мне надо специальные полимеры. Полимеры входит в состав номер два. Это знаете, как взять лаком, побрызгать волосинки для того, чтобы теперь вся прическа стала так, как хотела. Эти полимеры это производные крахмала, которые просто хорошо обволакивают ресницу и придают ей на время зафиксировать эту форму. Плюс определенные белки, которые тоже как бы встраиваются и в структуру, и на поверхности, и тоже создают пленку, которая фиксирует так, как я захотела, выгнула ее, и вот она у меня такая будет. Ну, третий состав это уходовый, потому мы на нем будем клеить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова